2022 год получился насыщенным и в духовной жизни республики. Муфтия Дагестана, как и во все предыдущие годы, вел активную общественную работу. Десятки масштабных мероприятий, гуманитарной акции, благотворительности и многое другое. Продолжается и строительство духовного центра пророка Исы, мир ему. В этом году стало известно, что сенатор от Дагестана Сулейман Керимов взял на себя финансирование дальнейшего возведения объекта. Обо всем этом по порядку расскажет наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Хотелось бы отметить руль Муфтията. Они с первого начала пандемии очень активно работали по предотвращению заболеваемости и сегодня продолжают власти помогать в этом отношении. Слава, благодарность всем за это. Спасибо. В этом году впервые деятельность Муфтията Дагестана публично была отмечена президентом страны Владимиром Путиным. Во время беседы с главой республики Сергеем Меликовым. И это неспроста. Вот уже десятки лет духовенства республики во главе с муфтием шейхом Ахмадом Афанди ведет созидательную работу во благо родного края. Заслуги духовного лидера в этом году также отметил по предпрезидента России в СКФО Юрий Чайка. А мэрия Махачкалы и Каспийска присвоила шейху звание почетного гражданина. Мы все мужчины и женщины, мы все его уважаем. Это наш муфти. Он много работы делает во благо Дагестана. Очень уважаемый человек в исламском мире. Поэтому я думаю, если мы стоя поднимем руки за него, ну и за оставшихся наших троих, наверное, будет правильно. Как вы считаете? Давайте так сделаем. Мы на сессии и на гласном решении наших депутатов города Каспийска приняли решение. Вам пришлось взаимодействовать гражданину города Каспийска. Спасибо. Самый масштабный проект строящийся духовный центр имени пророка Иса Миримо в Махачкале. В этом году он обрел пристальное внимание и поддержку со стороны государства и крупных меценатов. Сергей Меликов лично несколько раз приходил осмотреть возводимый комплекс, а Сулейман Керимов впервые посетил объект. После беседы с муфтием Дагестана сенатор заявил, что берет на себя финансирование строительства мечети имени пророка Мухаммада, мир ему и благословения, и перевел первый транш в 750 миллионов рублей. Мой долг остался перед нашей дагестанской умой, чтобы это завершить, и была достойная мечеть, которую мы там начали строить. И спасибо вам за то, что мы можем в этом принять участие. И надеюсь, с помощью всего, что мы закончим все вместе. В уходящем году в духовном центре была проделана огромная работа, в том числе на территории мечети. И знаковым событием в этом ряду стала установка зеленого купола, который по всем компонентам соответствует куполу мечети пророка Мухаммада, мир ему и благословения, в Медине. Впервые за три года российские мусульмане совершили хадж в Саудовскую Аравию. Дагестан представлял самую большую делегацию – около пяти тысяч паломников. А сенатор Сулейман Керимов проявил жест доброй воли. За свой счет он отправил хадж тысячу дагестанцев. При поддержке Сергея Меликова также были отправлены в паломничество родственники военных, погибших в ходе специальной военной операции. Давно мечтали попасть. Вот, наконец-таки, наша мечта сбылась. Дай, Аллах, кто мечтает, чтобы все сюда приехали. А меня, Аллах. Это и так было района. Мы так долго ждали на этот момент. Наконец-то дождались. Спасибо Сулейман Керимов. Это рассказать, это я не смогу рассказать. Это надо все почувствовать. Я с такими эмоциями ждала этого дня. Ни словами не предсказать эти чувства, когда я получила привет. Нас сопровождают четыре военных. Здесь пулеметы, автоматы и вся необходимая техника для защиты. Десятки фур и более тысячи тонн с гуманитарной помощью. Муфтя Дагестана, благотворительный фонд «Инсан», представители власти, меценаты и общественники. Все объединились вокруг помощи нашим ребятам и пострадавшим местным жителям в зоне СВО. Я плакала, стояла в окошко и была рада видеть эти машины, чтобы приехали и спасли нас от всего. От иго, честное слово сказать, что это самая настоящая иго. Сейчас хоть мы увидели свет и пищу, и все, и вас рядом с нами. Голодные сидим, ну почти голодные, можно так сказать. Ждем гуманитарку, да, как Бога. Ой, я начинаю краснеть. Спасибо вам большое. Продукты первой необходимости – одежда и медикаменты. Преодолев тысячи километров, дагестанцы выезжали помочь простым людям. Слова благодарности выражали не только местные жители, но и представители власти. Мы очень благодарны нашим друзьям из Дагестана. Это благотворительный фонд «Инсан». Мы очень благодарны Муфтияту Республики Дагестан за то, что они нам оказывают гуманитарную помощь. Это помощь, которая идет в первую очередь деткам нашего города. Хочу сказать спасибо еще раз Муфтияту, меценатам из Дагестана, фонду «Инсан», которые оказывают серьезную поддержку беженцам, серьезную поддержку людям, которые сейчас находятся в Луганской народной республике, в Донецкой народной республике. Вам за это большое человеческое спасибо. Итоги деятельности за 2022 год подвел самый крупный благотворительный фонд в Дагестане «Инсан». Всего нуждающимся людям было распределено более 228 миллионов рублей. Сотрудники фонда реализовали такие акции и программы, как продукты в каждый бедный дом, бег ради жизни, помощь больным детям и сиротам. В самое трудное время фонд «Инсан» первым протягивал руку помощи. Хочу сказать, выразить свои слова благодарности, огромное спасибо фонду «Инсан», всем людям, которые нас поддерживают, помогают. Были, конечно, очень сложные ситуации, в трудную минуту мы очень много попадали, и фонд меня не бросал. Огромное спасибо всем. Всем большое спасибо. Знаковым событием в этом году стало представление священных религий пророка Мухаммада, мир и благословения его сподвижников и праведных предков в трех районах республики. Ценные вещи из дома Муфтия Дагестана были доставлены в село Ярак-Казмоляр Магарамкенского района, Леваших-Левашинского района и в Бешта-Бештинского участка. В этих мероприятиях объединились тысячи людей. Лицезреть религии приезжали не только жители Дагестана, но и других регионов России. Это самый значимый день в моей жизни. Я искренне благодарна всем, кто приняли участие в таком делу. Дай Аллах, чтобы имана нашему силу, нашим людям, барраката. Хочу поблагодарить Муфтия Республики Ахмада Джейфанди за такой подарок нашему народу, не только нашему народу Магарамкенского района и всему Южному Дагестану. Многие приходили, посвящали, радовались, что привезли. Это для нас был очень большой праздник. В этом году Муфтия Дагестана организовал ряд крупных духовно-образовательных конкурсов. Тысячи людей со всей республики стали участниками конкурсов «Золотые правила нравственности», «Лучшие знания книги благонравия праведников», «Сайфулах Адибашларов», «Жизнь и творчество», «Конкурс молодых алимов и хафизов памяти садьбека Даитова» и другие. На этих мероприятиях молодые и взрослые получили бесценные знания, которые помогут им в повседневной жизни. А лучшим организаторы вручали денежные призы и памятные подарки. На самом деле из этого конкурса мы извлекли очень многое, и он как-то повлиял на нас и психологически тоже. Мы очень рады занять первое место, это очень большая честь для нас. Я думаю, что для воспитания молодежи он будет иметь огромное значение, потому что, на мой взгляд, был допущен большой вакуум именно в идеологической работе, в воспитательной работе в 2000-е годы и ранние, в 90-е. А сейчас успешно, вот благодаря такому совместному труду этих министерств, руководству республики и Муфтиаду Дагестана, сегодня такая идеологическая работа проводится. И я думаю, что в будущем мы получим благородных, патриотически настроенных и полезных для общества людей. В сильном теле, сильный дух. Муфтиад Республики уделяет большое внимание спортивным мероприятиям. Так, представители духовенства вместе с Министерством по физической культуре и спорту Дагестана организовывали ряд крупных соревнований. Турниры по настольному теннису, футболу, волейболу и грепплингу собирали сотни спортсменов с разных городов и районов республики, а также за ее пределами. Цель организаторов – популяризация здорового образа жизни. Если посмотреть, какой турнир вы здесь создали, это просто нереальная популяризация настольного тенниса, я так скажу, для страны даже, не для республики, даже Дагестана. Это просто нереально, 24 стола, такой большой зал. Муфти Республики не раз говорил, что он любит спорт и любит тех, кто занимается спортом. Часто гостями у духовного лидера были спортсмены разных видов спорта. Тренеры, профессионалы и любители отмечают огромную помощь и поддержку, которую оказывает муфтият. 20 лет муфтият очень плотно, очень серьезную работу ведет с моими учениками, да и вообще со всеми спортсменами. И поэтому всегда муфтият приходит к нам и на уроки, и нас зовут, и они к нам приходят. И хотелось бы, конечно, просто прийти один раз, и вот такое человеческое спасибо, сказать именно нашему муфтию, именно нашему муфтияту. И благодаря этим муфтиятам очень много, наверное, спортсменов на истинном пухте находится. Особую роль в становлении здорового общества играет женщина. И муфтият уделяет женскому образованию и воспитанию огромное значение. В этом году по инициативе духовенства и личному советнику муфтия Дагестана Айны Гамзатовой была открыта женская школа благонравия в честь Айшат Ахматиловой. Шейх Муфтият Ахмад Афанди, он уделяет огромное внимание благонравию вообще в обществе, возрождению таких благих духовных качеств в обществе нашем. Помимо этого, в течение года муфтият регулярно на территории республики проводил крупные женские мероприятия, где учёные, психологи и эксперты просвещали и отвечали на различные вопросы. А под занавес года состоялась конференция под названием «Роль женщины в современном обществе», где обсуждали темы, связанные с воспитанием, социальной ответственностью, отношением к семье и детям. Вы знаете, сегодняшнее мероприятие, оно действительно уникальное, уникальное по формату, по кругу вопросов. И более того, те вопросы, которые сегодня обсуждаются, мне кажется, они и дадут толчок к правильному развитию психологической службы оказания помощи женщинам. Именно на современном этапе, именно в тех формах, которые будут эффективны и наиболее, так скажем, воспринимаемы и женщины. В уходящем году в Дагестане были проведены также ряд крупных международных и всероссийских богословских конференций. В горный край приезжали муфти и представители духовенства разных регионов России и СНГ, а также представители из зарубежных стран. Один из самых значимых религиозных форумов состоялся в декабре этого года. В ней приняли участие более 10 арабских учёных и представители власти из Арабских Эмиратов – Сирии, Кувейта, Амана, Ирака и Палестины. За четыре дня они встретились со студентами, местными религиозными деятелями и правительством. Зарубежные учёные высоко оценили гостеприимство и уровень религиозного образования в регионе. То, что я увидел своими глазами в Дагестане – это свобода вероисповедания и степень религиозности общества. Это говорит о свободе, которой они пользуются в своей республике. Единственная задача дагестанцев, мусульман, проживающих в России – это думать о том, как обезопасить своих последователей, свою общину от негативного влияния, в том числе социальных сетей и современных средств массовой информации. Дагестан интересен. Дагестан интересен для реализации масштабных международных проектов. Дагестан интересен с учётом того, что 95% мусульман проживает. Дагестан интересен тем, что одна и самая крепкая мусульманская умма. Интересен тем, как организована работа муфтиатом республики Дагестан, лично Ахмад Аджи, муфти нашей республики. И они сегодня здесь, в Дагестане, на площадке Дома дружбы, говорят об этих вызовах, об отношении религии, ислам к семье и к семейным ценностям. К фашизму и национализму – это очень дорогого стоя. Очередной календарный год подошёл к концу. Он был насыщен событиями и мероприятиями. Ежедневные встречи, маджелесы, благотворительные акции, культурно-просветительские спортивные мероприятия. Так, впервые на главной площади столицы прошёл «Вечер-2», который собрал более 10 тысяч человек. Также огромное количество дагестанцев пришли на вечер благословения, который состоялся на Аджи-арене. Духовинство охватывает практически все сферы деятельности общества. Всё больше людей получают истинные знания и доброе воспитание. И эта работа будет продолжаться и дальше. Хамзамир Магамидов, Мурат Бихбарзов. Новости Нанте. Итоги года.